Интересные женские часы, практически профессиональный дайвер и элегантная классика. Друзья, всем привет, с вами Виктор, вы на канале про часы. Сегодня мы с вами говорим о женских часах и на обзоре две модели от бренда Invicta. К бренду Invicta можно, конечно, относиться по-разному. Многие считают, что это просто хамажей Rolex, хотя у них очень много интересных собственных дизайнов. И вообще это истинно швейцарский бренд, который появился еще в 19 веке. В 90-е годы прошлого века штаб-квартира бренда переехала в США, но производство сегодня остается в Швейцарии. Действительно, бренд Invicta делает очень много, ну скажем так, сомнительных моделей. Да, у них много и хамажей Rolex, да, у них много мультяшных персонажей, но при этом есть и интересные достойные часы. А самое главное, что Invicta пытаются делать достойные часы высокого качества, но в бюджетном сегменте. То, что многие из вас любят и ценят. И сегодня мы попробуем посмотреть как раз-таки на женские модели из бренда Invicta. Один дайвер и одна классика. Эти две модели переданы для обзора компании All Time. All Time это крупнейшая сеть ювелирно-часовых магазинов в России. Самые разные часы и украшения со всех уголков мира можно найти в сети All Time. Ссылка на сайт, конечно же, в описании к этому видео. Ну а если в вашем городе есть магазин All Time, рекомендую прийти туда лично и познакомиться с ассортиментом. Ну а теперь давайте взглянем на часы и поверьте, здесь есть на что обратить внимание. Поехали! Итак, друзья, давайте приступим к обзору. И первая модель, с которой я хотел бы вас познакомить в дайверской стилистике. Да, женские дайверские часы, бывает и такое. Ну, конечно, они визуально очень похожи на мужские модели. То есть мы здесь очень четко видим стилистику, узнаваемую стилистику Rolex Submariner. Ну, как и очень во многих дайверских моделях разных часовых брендов. Ну, понимаем, что Invicta делает очень много моделей, похожих на Rolex Submariner. И женская модель, естественно, тоже попадает отчасти в эту категорию хоможей, но при этом имеет свои отличительные признаки. Здесь стальной корпус, диаметр 38 мм, толщина 12 мм, 18 мм браслет, ну и вес модели на полном ремешке 130 грамм. Конечно, многие сейчас скажут, что неплохо бы и мужские дайверы делать в размере 38 мм. Не у всех у нас очень большие и крупные запястья. И уверен, что многие мужчины, наверное, и такого формата дайвер тоже бы для себя рассмотрели. Но сегодня мы говорим про женские часы. И, на мой взгляд, вот эта модель очень хорошо впишется в женский образ, в расслабленный образ, возможно, слегка спортивной направленности. Да и на пляж такие часы, конечно же, можно с собой взять. Здесь у нас однонаправленный вращающийся безель. Очень красивый у него синий оттенок. И он украшен еще и камнями, чтобы, ну, как минимум, выглядеть более ярко и сиять на женском запястье. Завинчивается заводная головка. Здесь серьезная водонепроницаемость. 200 метров, как в достойных мужских дайверах. Логотип Invicta, классические стрелки Mercedes, классические стрелки Rolex. Есть окошко даты, и на нем тоже линза, как и на многих мужских моделях. Сапфировое стекло, кварцевый механизм. И, в принципе, в целом, все это выглядит довольно гармонично. На боковой грани мы видим логотип Invicta. Задняя крышка завинчивается. Видим надпись Invicta Pro Diver. Информацию о модели. Не самый плохой браслет. Среднего качества застежка. Да, не такая серьезная, как хотелось бы, конечно, наверное, на дайверах. Но для бюджетной модели ничего здесь плохого нет. Ну и опять-таки, безель. Хорошо идет, со щелчками. Мне кажется, девушкам понравится. Ну, наверное, надо будет многим объяснить, для чего эта вещь. Не только для приготовления пищи, но и, например, реально для дайвинга. Красивые часы. Мне действительно нравятся, как они выполнены. И довольно качественно они выполнены. Хорошие цвета, приятные оттенки. И, конечно, можно по-разному относиться к такому стилю, что это все-таки хамаш Ролекса. Но Invicta в этом плане делает интересные решения. Не самые плохие. И, на мой взгляд, вот такого формата Ролексу как раз не хватает. Это неточное копирование. Но, кстати, на мужской руке тоже бы неплохо смотрелись. 38 мм дайвер. Ну, на моем запястье сидят хорошо. Но все-таки эта модель женская. Как минимум, камушки на безеле об этом говорят. Мне кажется, вещь интересная. Мне кажется, вещь достойная. Швейцарский кварцевый механизм, стальной корпус, нержавеющая сталь, 200 метров водозащиты, люминесцентные покрытия на стрелках и метках. Да, кстати, в темноте тоже очень даже неплохо часы выглядят. Ну и стоимость этой модели сейчас на сайте All Time. 15 тысяч 730 рублей. И, на мой взгляд, за такие деньги это отличный выбор. Уверен, вы сможете порадовать вашу вторую половинку. Ну, а если вы сами предпочитаете дайверские часы и носите что-то в подобном стиле, нужно, конечно, и для своей дамы выбрать что-то достойное. На мой взгляд, действительно хороший выбор. Ну и вторая модель Invicta в нашем сегодняшнем обзоре. Они уже, скажем так, более классические женские часы. Более утонченные, более изящные. Они уже никакие не дайверы. Они, скорее, повседневные. Красивый биколор. То есть, мы видим сочетание и золотого оттенка, и стали. Опять-таки, стальной корпус. Опять-таки, здесь браслет. 100-метровая водозащита. Минеральное закаленное здесь стекло. И перламутр на циферблате. Ну, и сам циферблат, как видите, немного прозрачный. На нем изображение цветка с перламутровыми лепестками. Красивый центр с множеством небольших камней. Логотип Invicta нанесен непосредственно здесь на стекло. И всего две стрелки. Да, это кварцевый механизм. И, возможно, не всегда понятно, идут часы или нет. Нет, соответственно, из-за того, что нет здесь секундной стрелки. Но при этом ничего не отвлекает. Они очень изящны. Они максимально аккуратны. Небольшие размеры. 35 миллиметров диаметр. Толщина часов 9,4 миллиметра. Очень классно переливаются здесь лепестки этого цветка. Все-таки перламутр выглядит по-особенному. Как-то, да, он притягивает к себе внимание. Под разным освещением, конечно же, будут часы выглядеть очень по-разному. По поводу браслета. Все, в принципе, неплохо. Опять-таки, застежка, ну, наверное, не самого высокого качества. Но надо отметить, что часы все-таки довольно бюджетные. Нажимаем. Открывается. Симпатично. Симпатично выглядит. Для более утонченной дамы, наверное, такой вариант подойдет лучше. При этом выбирать женские часы гораздо, наверное, сложнее. Все-таки здесь и миллион оттенков циферблата, и очень разные решения цветовые. Но вот в таком стиле, мне кажется, очень универсально. Потому что здесь, опять-таки, сочетание стали и розового золота. Никаких навязчивых ярких цветов. Все очень деликатно, все очень лаконично. Ну и явно видно, что это все-таки женские часы. Такие они легкие, воздушные, с немного прозрачным циферблатом и симпатичным цветком. Да и стоимость довольно приятная у данной модели. 14 750 рублей сегодня на сайте All Time. И мне кажется, за Invicto это адекватная цена. Часы довольно бюджетные, но при этом притягивают взгляд. И мне кажется, очень даже не стыдно будут смотреться на женском запястье. Друзья, напишите в комментариях, как вам эти часы. Какие бы вы выбрали для своей второй половинки. Ну и как считаете, сколько часов должно быть в женской коллекции. Или все-таки часы это мужское дело, девушкам достаточно одних. Буду ждать ваши мысли и обязательно увидимся в новых выпусках. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok